Здравствуйте! Меня зовут Давид и представляю вам обзор смартфона Sony Xperia ION. Большое спасибо магазину VideoShopper за предоставленный образец для этого обзора. И в этом обзоре вы увидите и услышите все об этом смартфоне. Я сам пользовался им несколько дней и расскажу о его плюсах и минусах. Постараюсь максимально объективно преподнести его вам. Смартфон на Android 4 по цене на конец мая-начало июня 2013 года около 15 тысяч рублей. Собран смартфон солидно, монолитно, задняя крышка. То есть кому-то это нравится, кому-то нет. Лично мне по душе. И в общем-то он неразборный. Сверху у него под такой крышкой microSD, micro извините, сим-карта одна. И соответственно карты памяти. В самом смартфоне памяти 16 гигабайт, доступно, правда, всего 12 гигабайт. Два ядра, частота процессора 1500 МГц. Карточки памяти подержат до 32 гигов. Диагональ дисплея 4,55 дюйма. Технология TFT, разрешение 1280 на 720. Надеюсь, я вас не утомил этими характеристиками. В моих обзорах никогда я им какого-то огромного значения не придавал. А суть обзора сводилась к удобству использования и, собственно, выделению ключевых параметров в каждом продукте. И я никогда не делаю обзор на то, что лично мне самому не нравится. Этот смартфон мне по душе. Но себе бы я его не взял. По той причине, что мне хочется максимальной производительности. Ну, понятно, что стоит это. Просто в моих руках была Xperia Z, Lumia 920. Много разных смартфонов. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Я постараюсь максимально независимо обо всем вам рассказать. Итак, дизайн. Конечно же, вам он важен. Смотрим, видим. Кнопка поиска, на мой взгляд, лишняя, но она здесь есть. Снизу нет ничего. С боков клавиши камеры. Качельки громкости. Если честно, они ужасные. Почему их так сделали, я не пойму. Но это мое личное мнение. Ими просто неудобно, элементарно просто неудобно повышать громкость, когда особенно смартфон лежит в кармане. Ну, клавиши громкости, само собой. С другой стороны мы видим заглушку. Так называемую, под ней разъем microUSB и microHDMI. HDMI, подключение к телевизору. В комплекте идет только обычный microUSB на компьютер. HDMI кабель нужно докупать отдельно. И сверху мы видим разъем под наушники или гарнитуру. Кстати, в комплекте достаточно неплохая гарнитура. Чуть позже покажу. И 12-мегапиксельная фото-видеокамера. Снимает видео, кстати, Full HD. То есть 1920 на 1080. Снимает хорошо. Под видео я размещу ссылки, видео с этого смартфона и фотографии, как я на него снимал. Собственно, интерфейс абсолютно стандартный. Чего-то нового, необычного я здесь не вижу. Единственное, давайте я уменьшу яркость. Возможно, вам засвечивает. Еще одна особенность этого смартфона. Сейчас я вам расскажу. Дисплей сделаем яркость, конечно, поменьше. Потому что для теста я делал сравнение на канале Техноконтроль. То есть мы делаем сравнение трех-четырех моделей разных смартфонов. Ссылку я размещу чуть позже под видео, когда выйдет на канале Техноконтроль. Еще одна особенность. Это на кнопки сенсорные. Их нужно как будто, знаете, немножко поглаживать. Вот так вот чуть вверх, чуть вниз. Я не знаю, специально это сделано или нет. В принципе, нажатие тоже вроде как работает. Но иногда нужно кнопку реально нажимать. Не нажимать, а как будто поглаживать. Вообще телефон, знаете, чувство лично у меня солидности вызывает. То есть металлическая задняя крышка. Сам такой увесистый кирпичик. Ну, для тех, кому это нравится. То есть дизайн мне лично нравится. А вы, конечно, смотрите сами. Кому понравится, кому нет. Технические данные я вам называл. Сейчас покажу меню. Расскажу о телефоне. Кстати, как вы видите, Real Racing 3. Я ее чуть позже запущу. Покажу. Идет, в принципе, без тормозов. Сам Android, повторюсь, стандартный. И каких-то, знаете, как делает Samsung, как делает LG, там HTC, перерабатывает сильный интерфейс. Здесь, в принципе, я не вижу. То есть папки создать здесь нельзя. В самом, имея в виду, меню папки можно создать только на рабочем столе. Скрыть предложения также не получится. Те, которые вам не нужны. То есть, ну, реально просто взять и скрыть то, чего не нужно. Что позволяет программу Go Launcher или другие производители. С другой стороны, телефон не самый новый. То есть, постоянен на май-июнь 2011 года. Он уже продается достаточно давно. Продавался еще 2-3 версии Android. Сейчас четверка. По-необычному. Знаете, ну, думал, чтобы вам рассказать такое необычное. В принципе, ничего такого необычного нет. Плеер достаточно неплохой. Соневский Валкман. Играет достаточно прилично. То есть, и басы, и ну, качество звука на высоте. С другой стороны, телефон все-таки стоит 15 тысяч в среднем. Поэтому он просто обязан играть хорошо. Про видео я говорил. Качество лично мне нравится. Очень хорошее. Ну, действительно, что там для... Хорошее качество видео. Фотографии тоже достаточно приличные. Ну, впрочем, полюбуйтесь сами. Они под видео. Сейчас я покажу вам комплектацию. Тут все очень просто. В принципе, идет в комплекте, конечно же, инструкции, гарантийные талоны. На этом я вообще заморачиваться, как говорят, по-простому не буду. И покажу вам только самое важное. Покажу вам зарядное устройство. То есть, и кабель USB, microUSB. Наушники. Точнее, не наушники, а гарнитура. То есть, можно подключить ее к телефону и наслаждаться качественным достаточно звуком. И разговаривать, опять же, по ней. Так называемое пассивное шумоподавление. То есть, для самолета, для поезда, для метро самое то. Звучат, в принципе, неплохо. Более подробно рассказывать не буду, ибо смысла не вижу. Лучше потратить время на обзор чего-то более интересного. Давайте запущу вам тогда Real Racing 3, чтобы вы сами оценили, как хорошо идет эта игра. Вот, про эти клавиши я уже говорил, но они реально просто неудобные. Так, а, я еще не закачал, извините, Real Racing 3. Ну, ничего страшного, не докачал, то есть, файлы. Я запущу вам игрушку Gangster Rio. Кстати, игра достаточно требовательная. На моем смартфоне Rhythmix RMP500. Там 512 оперативы. То есть, она просто практически не пошла. Была с тормозами ужасными. И на этом телефоне, на Sony, оперативки здесь у нас гигабайт. Соответственно, и игра идет достаточно неплохо. Убедитесь сами. Я по ней, кстати, делал обзор, видеообзор этой игры, именно на этой Sony. И, собственно, вы его можете увидеть под видео ссылку. Также я размещу, главное не запутайтесь. То есть, идет вполне нормально, без тормозов. То есть, игрушка типа GTA тоже достаточно ресурсоемкая. То есть, вообще не тормозит, все без проблем. Вообще, отлично просто. Ну, конечно, мне кажется, такой телефон для игр мало кто возьмет. Все-таки он солидный. Он больше подойдет бизнесмену. То есть, такой, знаете, солидный телефон. Но все равно кто-то, может быть, и купит для игр. Так что, играть можно вполне. Ну, что же, на этом обзор я подведу к завершению. Что еще можно интересного сказать, пока он у меня на руках. Потому что я его в ближайшее время возвращаю. Да все хорошо, в принципе. Каких-то минусов явных нет. Оправдывает ли он свои стоимости? 15 тысяч рублей? Я думаю, абсолютно. Все-таки дизайн. Дизайн. Серьезный телефон достаточно. Достаточно все хорошо. Характеристики по нынешним меркам не самые плохие. Тест Antutu, разумеется, я вам покажу. Порядка 8 тысяч баллов. Время мы тратить не будем, разумеется, на запуск его. Запускал я дважды. Все около 8. 8,158. Итак, ну что же. Еще раз спасибо интернет-магазину VideoShopper за предоставленный образец. Нравится видео, ставьте лайк. Делитесь видео с друзьями. И до новых обзоров. Счастливо. Да, разумеется, как я мог не сказать вам об аккумуляторе. Аккумулятор здесь 1900 мА. Емкость, он несъемный. Как показывал, то есть телефон только верхней крышкой снимается. Время работы. Очень важный параметр. С одной стороны, то есть я его потестировал на время работы. Я включил Wi-Fi, включил максимальную яркость дисплея. И запустил через MX Player обычный AV-файл. То есть формат MPEG-4. 700 мегабайт весом. Зарепейтил его, чтобы он крутился без перерыва. В таком режиме, с включенным Wi-Fi, с максимальной яркостью дисплея. Технологию BRAVIA я, правда, отключил для частоты эксперимента, которая здесь есть. То есть просто яркость была на максимуме. Телефон проработал 5,5 часов. В принципе, это достаточно нормально, скажем так. Для, тем более, такой диагональ 4,55. С другой стороны, знаете, я им попользовался несколько дней. И, в общем-то, к вечеру аккумулятор все-таки садится. Классическая ситуация для андроида. Это не камень-погород. Я сам андроидом пользуюсь и очень люблю эту систему. Но, действительно, как правило, и флагманы, и даже дорогие телефоны. И к вечеру, в принципе, они садятся. Аккумулятор, тем более, если Wi-Fi попользуетесь какое-то время. Если поиграете в какую-то игру. То есть на день, грубо говоря, живет. Но если растянуть, то, думаю, полтора-двое суток проживет. Ну что ж, теперь уже точно счастливо. Спасибо вам всем. С уважением. Давид.